автор джонни на фишке . нет амарант настоящий хлеб славян вот почему петр 1 жестоко запретил выращивать амарант как непостижимо прекрасно и загадочно природа смотришь на растение думая что сорняк оказывается царица бархатник оксомитник петушиные гребешки кошачий хвост лисий хвост название у этого красавца предостаточно привычные для глаза любого дачника огородника цветок амарант хранит великую тайну мара богиня смерти у древних славян амарант в буквальном переводе означает отрицающий смерть начальная буква а он отрицание мара имя богини смерти формирует волшебное слово намекающие на бессмертие буквально отрицающие смерть наше достояние утвержденные амарант когда-то амарант был основной пищей славянских народов до реформ петра первого крестьяне и прочие работники отличались отменным здоровьем и были долгожителями почему же петр запретил выращивать это растение и делать из него хлеб доподлинно неизвестно к сожалению и очень жаль что все так сложилось люди слишком много потеряли перестав питаться амарантом чем больше ученые исследуют это растение тем больше узнают потрясающих фактов уникальное качество семян и масло амаранта исследовал николай иванович вавилов еще в тридцатых годах двадцатого столетия но после его смерти многие работы были утеряны только сейчас мы заново знакомимся с этим природным лекарем полезные свойства амаранта абсолютно все части растения содержат масло крахмал разнообразные витамины микроэлементы пектин каротин лизин минеральные соли в японии амарант ценится за свой супер состав также высоко как мясо кальмара семена чудо растения содержат ценное масло очень вкусно употреблять их в пищу слегка поджаренном виде по вкусу они напоминают кедровые орешки семена можно добавлять в любые мучные изделия запеканки и торты листья амаранта богаты витамином c каротином флавоноидами солями кальция калия цинка марганца их успешно применяют для лечения панкреатита гастрита сахарного диабета при опухолях заболеваниях почек и печени по вкусу листья подобны шпинату что можно из них приготовить суп различные салаты компот чай сироп можно использовать листья как начинку для пирога и блинов вкуснейшая и безумно полезная еда масло амаранта является источником сквалена мощнейшего антиоксиданта недавно ученые выяснили что сквален содержится в кожном секрете человека масло амаранта чудесно восстанавливает кожный покров заживляет раны этот продукт можно применять наружно и употреблять в пищу экзема грибковые заболевания кожные инфекции все это вылечит бесподобное масло настои и отвары из амаранта останавливают кровь лечат печень и сердце желудочно-кишечные инфекции сок амаранта действует благотворно на кожный покров омолаживает придает волосам блеск и эластичность вот он какой сорняк мука амаранта делается из семян этот продукт не содержит глютена поэтому из такой муки получается очень полезное изделие мука амаранта способствует снижению сахаров в крови помогает похудеть положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта статья на портале развития реформа питания петра пищевой геноцид петр первый развернул кампанию по обеднению нашего питания многие продукты русской кухни были запрещены их заменили картофелем помидорами и другими посленовыми которые являются ядом для организма до петра на руси было 108 видов орехов 108 видов овощей столько же видов фруктов видов ягод видов клубеньковых 108 видов злаков 108 пряностей 108 видов плодов соответствующие 108 славянским богам сегодня под словом плод понимают объединяющие понятия которому относят фрукты орехи ягоды которые раньше назывались просто дарами плодами же назывались дары трав и кустарников примером плодов могут служить горох фасоль перец то есть своеобразные несладкие фрукты трав после петра остались единицы священных видов используемых в пищу что человек может видеть сам в европе это было сделано еще раньше особенно сильно уничтожались злаки и плоды и клубеньковые поскольку были связаны с перевоплощением человека единственное что сделал петр самозванец разрешил возделывать картофель кстати табак тоже относится к семейству посленовых ботва глазки и зеленый картофель ядовиты зеленый картофель содержит очень сильные яды солонины особенно опасные для здоровья детей есть информация что посленовые отключают долговременную память человека уничтожение священных растений употреблявшихся в определенное время привело к утрате сложных божественных реакций организма вспомните русскую пословицу всякому овощу свое время смешение питания вызвало гнилостные процессы в организме и теперь люди вместо благоухания источают зловоние почти истреблены растения адаптогены остались только слабо действующие корень жизни лимонник заманиха золотой корень они способствовали адаптации человека к сложным условиям и сохраняли человеку молодость и здоровье совершенно не осталось растение метаморфизаторов способствующих различным метаморфозом организма и внешности лет 20 назад встречался еще в горах тибета виток священный да и тот сегодня исчез компания по обеднению питания продолжается и в настоящее время почти исчезли из употребления каллига и сорга запрещено выращивать маг от многих священных даров остались лишь название которые выдают нам сегодня за синонимы известных фруктов пример грухва каллива бухма ландушка выдаются сегодня за брюкву армут квит пигва гутэй гунь исчезнувшие дары которые выдаются за айву кукиш и дуля еще в девятнадцатом веке обозначали грушу хотя это были совсем другие дары сегодня этими словами называют изображение фиги тоже кстати дара кулак сложенным большим пальцем раньше обозначал мудру сердце сегодня употребляется как негативный знак дулю фигу и кукиш перестали выращивать потому что они были священными растениями у хазар и варягов уже в последнее время проску стали называть пшонкой ячневку ячменем а пшенные и ячневые злаки навсегда исчезли из нашей агрокультуры глава из книги владимира шамшука возвращение рая на землю пищевой геноцид для начала вспомним что христиане изменили пост систему очищения организма и плавного перехода с одного вида пищи на другой был пост природный стал религиозные не соответствующие работе организма природным процессом в петровскую эпоху русская кухня утратила многие продукты и начали внедрять иноземные нарушили рацион питания петровское дело продолжили большевики несмотря на множество утерянных продуктов русская кухня все равно отличалась богатым разнообразием почитайте дореволюционные издания по кулинарии большевики уничтожили это разнообразие то что мы сейчас считаем русской кухни это пищевая традиция искусственно созданная в советское время в условиях жесточайшего продуктового дефицита и скудности исходных ингредиентов советская система планирования и распределения продуктов камня на камне не оставила от разнообразной русской традиционной кухни цитата антона прокофьева шефа консультанта ресторана гусятников для примера несколько блюд русской кухни тюри квасные щеные молочные ботвиньи фигус репница тавранчук тыковник маковое молоко гороховый сыр колья рыбная куриная утиная щи и свежей капусты из квашеной капусты репяные зеленые грибные мясные куриные рыбные крупные с мучной подболтой и другие уха простая шафранная куриная двойная тройная опеканная и так далее квашеная капуста свекла борщевик репа мочение брусника клюква яблоки терн груши костяника калина морожка слива вишня сыры сливочные сметанные губчатые битой творог пасочки творожные кисели гороховые пшеничный молочный гречневый овсяный из ржаных высевок заметка давно делаю настоящий овсяной кисель а тут оказывается можно сделать гречневый как интересно квасы белый красный ягодный яблочный можжевеловый березовый и так далее вода брусничная смородиновая рябиновая вишневая земляничная одна только вода и квас русской кухни уже заменяет искусственные витамины варенье и пироги невероятное количество вариантов отдельную книгу надо писать не забывайте что многие блюда готовили с медом это истинное золото руси но также надо и знать что настоящий мед делали сибирские пчелы этот список блюд капля в море от того многообразия под которым ломились столы наших предков хотя здесь только знакомые нам продукты но их доля в нашем рационе очень сильно сократилась допустим вспомните когда вы в последний раз ели пюре из репы или кашу из тыквы а ведь это одни из основных блюд русской кухни не говоря уж о самом простом пареная репа вспоминаем выражение проще пареные репы мак вообще запретили выращивать в частном секторе хотя совсем недавно ели мак прямо с грядки завозят бананы апельсины и прочие чуждые продукты как не прискорбно сейчас идет завершающий этап пищевого геноцида земли людей загнали в города контроль за продуктами отменили химия стала обычным делом внедряют гмо продукты пост не соблюдает культуры питания нет хочешь завоевать страну завозить чужой продукт пойдет отток энергии люди станут болеть а больными рабами легче управлять иван грозный то есть иван грозный еще в 1580 году знал что ждать от наших врагов а через сто лет романовы приступили к реализации этого плана начали разрушать русскую кухню и так подведем итоги статьей чудо реформы петра первого на славянском развлекательно-познавательном информационно-новостном ресурсе после возвращения из земель немецких петр первый действовал как завоеватель разгромил русское самоуправление земства на которой сейчас путин хочет ввести и заменил его бюрократическим аппаратом инородцев превратил крестьян в сословие заменив русскую титульную нацию на европейскую хотя крестьянин это титул выше короля о чем есть ни одно свидетельство передал крестьян в собственность дворянам чем превратил их в рабов для отбеливания образа петра это мероприятие сливают на ивана 4 истребил стрельцов и переодел русскую армию сначала во французскую затем в немецкую форму хотя русская военная форма сама была оружием в народе новые полки получили название потешные запретом амарантового хлеба уничтожил долгожительство которое тогда еще оставалось в россии есть свидетельство о 300 летних людях которые также изводились указами петра отменил естественные меры сажень палец локоть вершок которые присутствовали в русской одежде утвари архитектуре петр сделал меры фиксированными как на западе это привело к уничтожению древнерусской архитектуры и искусства к исчезновению красоты быта поскольку в их строении исчезли божественные и жизненные пропорции заменил русский календарь на юлианский отрезав нашей цивилизации многие тысячи лет уничтожил русские летописи приказал свести их в петербург и сжечь затем в петербургскую академию наук пригласил немецких профессоров написать совершенно другую историю руси далее сократил русскую письменность до 38 буквиц и убрал надстрочные знаки уничтожил русское образование это его главное преступление на руси суть образования образ плюс вояния состояла в создании у человека трех тонких тел которые он не получает от рождения если их не сформировать то у сознания не возникает связи со знаниями прошлых жизней то есть наши предки помнили прошлые жизни отсюда сознание мироуклад отношения к жизни были совсем другого рода римское право положенное в основу конституции современных государств создана вопреки всем древним канонам и представлениям об обществе основанном на самоуправлении сама плюс державе впервые судебная власть была передана из рук жрецов в руки людей не имеющих духовного сана то есть власть лучше была заменена на власть кого угодно римское право преподносится нам как венец человеческого достижения государственные законы при римском праве строятся на запрещениях и наказаниях то есть на отрицательных эмоциях которые как известно могут только разрушать римское право это фактически рабовладение она ведет к всеобщей незаинтересованности в исполнении законов и к противопоставлению чиновников народу что мы и видим каждый день и живем в этом в противоположность римскому праву русь держава строилась не на запрещающих законах она совести граждан которая устанавливает баланс между поощрениями и запрещениями как писал византийский историк прокопий кесарийский о славянах все законы у них были в голове отношения в древнем обществе регулировались принципами кона откуда дошли до нас слова канон испокон покон руководствуясь принципами кона человек избегал ошибок и мог воплощаться снова в этой жизни принцип всегда выше закона поскольку вмещает в себя больше возможностей чем закон подобно тому как предложение вмещает в себя больше информации чем одно слово само слово закон означает за пределами кона жить по законам это демонический строй психики жить по кону божественный и так после всех деяний петра первого ни у кого язык не поворачивается назвать его великим только в девятнадцатом веке когда позабылись петровские ужасы возникла версия о петре новаторе который так много сделал полезного для россии